Первый вопрос руководителю теплосетей, ситуация с домами, какие у нас дома не подключены, причины порывы, устранения и так далее. В пятницу устранены порывы по Петровскому 50-52, там еще положена изоляция, яма еще не опедирована, так жилые дома подключены. Остались вопросы по наладке, в частности, по той же Украинской 46, там не все стояки, не все батареи греют, но это вопрос, скорее, промывки системы утопления, в первую очередь, наверное, самих регистров утопления, потому как показывает, что даже стояки работают, а батареи у многих людей не работают. Тупиковая возможность там просто запилена? Есть завоздушенные, есть просто от большого возраста, с самих регистров утопления и ППСР. А вы сделали ремонт, сделали вот эти штуки, которые шла, или мы тогда сделали? Да, сделали, но сейчас вроде бы не появилось нового ничего. Мы с ними проводили встречу там, ну, встреча была спонтанная, потому как я приехал куда проверить наличие циркуляции, а там люди вышли. Ну, и мы увидели результат, что у кого-то на третьем этаже отличное утопление, у кого-то на первом вообще нет. Ну, то есть, это речь в том, что... А там, а там не у кого нет? Нет, и они не... То есть, говорит, у разбалансировки нет смысла, правильно? Нет, не в разбалансировке дело, дело в промывке. Ну, в квартире ГРЭО не достанет туда, до самих регистров, не доходит промывка. Промывка максимум доходит доста. Проблема с регистрами, это проблема с собственной прокуратурой? Да, а там пенсионеры, они, ну, не в состоянии, наверное, многие. Вот сейчас такая проблема стала, с самими регистрами, ну, это отдельные дома. Так, по городу, сколько домов у нас сейчас отключено? Дома все включены. Подключены? Да. Хорошо. По предприятию у нас задолженность по зарплате, есть частично сентябрь, частично август. Но сейчас уже платежи увеличились, и есть надежда на то, что мы где-то к концу недели основную часть задолженности погасим. Нас арестовали последние два счета в пятницу. То есть мы с недели, как минимум, не сможем еще осуществлять никакие платежи. Погасили часть задолженности по, ну, с помощью льготы субсидий по газу. Это 11 миллионов 300 тысяч. То есть значительно мы сейчас уменьшили задолженность перед нафтогазом. Ну, это же не по всем статьям. А за электроэнергию, как и прежде, мы не в состоянии заплатить. За транспортировку газа с трудом сегодня последний платеж осуществили. То есть у нас нет задолженности, вернее, за расход из газа нет задолженности. А вот электроэнергия порядка 500 тысяч, мы не можем ее пока выплатить существующим распредсчетам. Техническая сторона более-менее в порядке. Ну, как показало, топочные в совхозе, которые мы получили, баланс, они котлы все абсолютно занесут. То есть старая система отопления и новые котлы не работают. Характер отложений я покажу. Ну, это продукт застойных явлений в регистрах и в тупомой сети. Придется делать кислотную промывку, наверное, этим котлам или это. Ну, такая картина. То есть это говорит о том, что, мы уже раньше говорили, что если даже какой-то автономный источник отопления, то надо менять и саму систему. Если это не касается электрического отопления, да? Да, да. Не, хотя, ну, да, электрического в первую очередь, но там этот котел же, какой электрический? А в электрическом отоплении тянет, греет вообще. А циркуляция же есть какая-то? Нет, не тянет, пол теплый. Пол теплый. Ну да, но теплый пол, другой. А другой со всем 30. Не, есть же электрическое отопление, в моем понятии, это котел. Он не боялся, у кого теплый, которому тепло, потеряется тепло. Понятное дело. Тут же речь о том, какой источник, если автономный источник квартиры, то, конечно, там же и систему по-любому поменяется. А если котел электрический на какой-то объект, то его тоже занесут там. Собственно, да, система делает. Продолжение следует...